Всем привет! Сегодня у нас покупки косметики, покупки классные, то, чем я пользуюсь, хочу с вами поделиться. Да, я как всегда буду ныть, косметику мало смотрят, это не очень популярное видео на канале, но я так это с душой, моя любимая, девчачья, бабская, так что включайте, смотрите, не знаю, когда вы там гладите, моете что-то дома, в общем, приятный такой лейтмотив вам на улице. Большая минутка рекламы. Хочу напомнить, что до 1 июля в продаже мой курс по улучшению себя I'm OK. Я OK, весь мир OK. Это психологический марафон в закрытом Instagram аккаунте. У нас будут 4 видеосеанса с вами, 4 связи, после которых вы будете в Telegram чате общаться друг с другом, выполняя задания психологические, домашние по психологии, которые я вам даю. Вы будете их обсуждать, я буду что-то корректировать, подсказывать вам, в общем, у вас будет инициативная группа поддержки друг друга, чтобы легче это все происходило. Какие темы на нашем марафоне затрагиваются? Это самооценка, что такое низкая самооценка, ее причины, как на это можно повлиять. И задания, связанные с этим, для того, чтобы повышать самостоятельно в себе свою самооценку. Следующий день – это личные границы, расстановка личных границ, как без конфликтов, без оскорблений, острых каких-то ситуаций, даже уже если ваши личные границы нарушены, выставлять их с общественностью, с людьми, с вашими близкими, родными и даже с вашими домочадцами, без вреда для себя и для них. Следующий день – это конструктивная и деструктивная критика. Вообще, имеет ли она место быть? Что такое критика, а что личные оскорбления? Как на это реагировать? И опять же, не вступать в конфликты, но при этом не принимать личные оскорбления либо критику. И четвертый, последний у нас будет сеанс – наша встреча с вами онлайн. Это тема «Как полюбить, принять себя, научиться слушать свой внутренний голос, отвечать на свои желания, тем самым опять же поднимать свою самооценку и научиться любить себя, а затем уже и весь мир подтянется к вам». Вот такие четыре очень важные, базовые темы, незаурядные, очень легкие, но такие трудные в исполнении. Для этого у нас будет с вами инициативная группа в Телеграме, где вы будете поддерживать друг друга, отвечать на вопросы и вообще общаться на эти темы, рассказывать свои личные истории, и вы найдете поддержку. Так что по всем вопросам вы можете написать мне на почту, которая остается у меня всегда в инфобоксе под видео. В теме письма напишите «Марафон» и задавайте ваши вопросы, либо задавайте вопрос вам, как оплатить, поучаствовать. Стоимость марафона всего лишь 2000 рублей за месяц – продуктивные работы над своим психологическим здоровьем. Спасибо за внимание, продолжаем просмотр видео. Из теней за последнее время мне очень нравятся тени по качеству Наташи Динона, я на них приостановилась. И я думала о яркой, помните, я вам рассказывала, нашла Makeup Revolution яркие палетки. Честно, качество не очень, в итоге этим у меня играет ребенок, они пляшивы с ними. В общем, чтобы этим накраситься, надо действительно плясать танцы с бубнами, не очень пигментированные и пятня, неплохо тушуются. Это главный мой. Цвета красивые, но это моя главная претензия к ним. Так вот, я, конечно, думала, любители теней могут подумать, ну что ты там могла купить? А вот эта цирковая палетка, цирка Local Palette от Наташи Динона. Купила я ее в турецкой Сифоре, как она у меня оказалась, причина приобретения, хотя я о ней никогда не думала, что именно вот эта палетка у меня появится. Потому что, смотрите, какие цвета, давайте уж сразу покажу, какая красивая упаковка, да? Смотрите, это реальный цирк. Яркие, тени, просто бог. Купила я случайно, вообще в палетках Наташи Динона это полноразмерная, с большими рефилами палетка, как вы можете это видеть, да? И ее, скажем так, минус, еще многие говорят, было бы неплохо ее сделать в маленьком размере. Есть палетки поменьше, как у меня до этого, я вам показывала. Но куда такие огромные рефилы и как их измазать? Это, естественно, для креативных макияжей, для акцентов палетка и для тех, кто любит что-то яркое, интересное. Вот у меня сегодня макияж этим выполнен. Но она у меня оказалась, потому что в турецкой Сифоре представлена онлайн, вы можете покупать Наташу Динону, в магазинах стендов у них нет, но онлайн на сайте можете купить. И я увидела эту палетку не со скидкой, а просто по реальной цене здесь в Турции сейчас. Она стоит еще дешевле на 2200 рублей, чем на Культ Бьюти. Я ее закажу с доставкой в Россию с вычетом европейского налога в 20%, представляете? То есть она на турецкой в Сифоре дешевле где-то на 30%, что-то на 30 или 40 долларов от стоимости, которая указана. Сейчас даже скажу, где-то я ее купила условно, сейчас если вспомнить, там за 90 долларов, да, стоит она 130 где-то. Вот такая вот разница, где-то в районе 40 долларов. Купила я потому что цвета, я знаю, что я этим буду пользоваться для видео, за то, что я хотела. Для повседневного макияжа, для просто жизни это естественно ненужная вещь. Это дорого, этого много и это too much. Кому точно еще не надо, для тех, у кого повседневная офисная работа, кто любит такие яркие макияжики, что-то такое экстравагантное, только по выходным. Девочки, не тратись, оно того за такие деньги, оно того не стоит, можно купить что-то попроще. Визиарт есть цветные тени, они дешевле гораздо. Купите Визиарт цветную палетку, и она меньше, компактнее, качество это еще такое же хорошее. Но могу точно сказать, что качество этой палетки, это просто вышка. Это все супер мега пигментированное. Вы видите, пара прикосновений, никакого у меня нет ни базы, клея под глиттер, основы какой-то и так далее. На веках ничегошеньки. Я просто брала сухую, невлажную, пушистую кисть и наносила. Плоская натуральная кисть, пожалуйста, зеленый цвет у меня лег. Да, блестки вот этот металлик, я его наносила. У меня сегодня тень использован, оттенок вот этот зеленый и вот этот золотой. Затемнение у меня было матовым, немножко другим из предыдущих палетки Наташи Динонов, которые я вам показывала. Здесь, к сожалению, нет никаких растушевочных, ничего. Когда говорят, ой, это цирковая, это вообще какой-то трависти макияж. И, ну, я отчасти соглашусь, акцентная палетка, это однозначно акценты определенные, которые можно отсюда брать. По качеству скажу, офигенно, пигментированно, просто круто. Аналогов на рынке надо поискать, может, на Бэтмаград, но я ее не пробовала, у нас в Турции нет. Я, по сути, купила палетку, если она здесь была. Но нет, пока что. Но говорят, что по качеству похоже. Но, в общем, это просто шик. Не пятнит, ничего, прекрасно все растушевывается, просто очень красиво. Но, я отмечу, что при наборе тени, естественно, неплохо так крошится, сыпется. При этом осыпания под глаза нет особых. И вот эти металлики, шиммеры в этой палетке, они такого же офигенного качества, как самые первые металлики. В пятерках ее, у меня тоже такая маленькая палетка есть, я вам показывала. Офигенные. Их даже кисточкой можно нести без какой-либо базы. Они не осыпаются, не скатываются, никуда не улетают. Под глаза не сыпятся при нанесении, там, аккуратно, адекватно, все в порядке. Даже нет такого качества металлика в других каких-то больших палетках у Наташи, только в старых первых. Вот здесь это качество. Короче, я ни разу не жалею даже потраченных денег, потому что я просто знаю для видео, мне это интересно, я люблю это поковырять, посидеть, покраситься. Мне это, да, нужно. Я утолила свое вот это хотение, желание. Для повседневной жизни, если вам, как типа, для видео краситься никуда не надо, и изредка только вы пользуетесь чем-то таким креативным макияжем, именно, там, не знаю, на воскресенье сходить в кино, там, или еще что-то, ну, я бы задумалась просто подешевле что-то купить, просто своих денег оно тому не стоит. Еще суперкрутая находка у меня, этот новый тональный крем. Я, вы знаете, фанат, для видео я использую, для выхода на вечерние макияжи. Плотный тональный крем, это у меня Estee Lauder W, отцветок у меня 1 на 1, он светловатый на лето, на зиму в самый раз. В общем, здесь нет помпы, я так и не стала покупать. Я покупала за свои годы этому тональному крему лет 15 этой формуле, покупала я около 4-х точно раз, я не могла посчитать. Один раз в институте, это уже сейчас 2-3 бутылки, и где-то еще, может, 3-4 раза я покупала вот это тональное средство, оно мне нравится. Капризное оно чем? Оно популярнейшее в мире, бестселлер марки Estee Lauder. Чем оно хорошо, еще плотное, и много все перекрывает, блюрит кожу, очень капризное в нанесении кистью, классно наносится только бьюти-блендером, спонжиком, что без расходов, хорошо вбивается. Но, я бы сказала, это больше средство для сухой кожи, для жирной оно через 3-4 часа начинает западать в крылья носа, ерзать надо припудривать, или в летнюю жаркую погоду вообще оно быстро растекает с лица. Но время не стоит на месте, и я купила Fenty Beauty, это старый тональный крем, уже ему пару лет или тройку, профильтр мат, оттенок у меня 150, он сейчас у меня на лице, мне идеально на лето подошел этот оттенок. Можно было купить, например, 140-ое, возможно, я подумала, может, пудру в таком оттенке купить, на зиму чуть-чуть посветлее, но он хорошо подстраивается, и у меня не окисляется на коже, идеально хорошо смотрится. Может быть, зимой будет темноват, но посмотрим. Это тот же Double Wear, но улучшенной формулы, он тонкий, не делает пирог, не стекает, это тот же Double Wear, просто легкий, так же классно перекрывает пигментированный, просто это холст лица получается, не подчеркивает шелушение, если их сильных нет, не поднимет. У нас же там суперсухари у вас какие-то на лице где-то, да, места, конечно, это будет видно все равно, любой тональный крем, любое средство это подчеркнет, в том числе и пудра. Так что это офигенная находка, особенно для влажного, теплого климата, для сухой кожи. Там вторая формула есть, но вот этот мат эффект для жирной кожи, вот чисто Турция, или вечером вы куда-то идете на ужин, а все равно у нас здесь влажно и жарко, это то, то тон, то тональное средство, которое вам в декольте не сплывет. Офигенно! Я вообще слышала много хороших отзывов, я уже года два, вот полтора, как оно вышло, планировала его приобрести, и как-то у меня это все долго не заканчивалось, да, и сцела удалили. Тут я все-таки решила, у нас в Сифорию турецкой заказывала, была скидка, и в турецкой Сифории цены очень выгодные. На скидках сейчас, вот на Байрам, я его купила за 260 лир, курс лиры сейчас еще упал, да, у нас такая не очень экономическая ситуация в Турции. По отношению к рублю в российской Сифории Fenty продается, так вот скажу вам, девочки, там, я не помню, сколько он там, 2900 тысяч рублей, я его купила за 2200 или 2400 где-то тысяч рублей, дешевле, чем в России, и доставка на следующий день через два дня где-то тебе придет, ну, здесь вот по Стамбулу, офигенно, круто, я ни разу не живу. Сейчас немножко о кислотах, где купить хорошие достойные кислоты, я вам открою секретик, моя находка, я уже не первый раз этим пользуюсь, мне это действительно нужно, помогает, идеально, буду покупать еще. Это марка NipNap, это английское производство London марка, я ее раньше уже лет 5 назад видела на YouTube, в Америке она тоже продается, но, сколько я знаю, это британская марка. Два вот этих средства я приобрела, они продаются онлайн в Ватсонсе, онлайн. В физических магазинах, на стендах есть, не везде, раньше в моем Ватсонсе у дома это все было, я оттуда попробовала, купила, то есть я знала по YouTube, что есть такое средство, у них есть пудры еще в Америке, в общем, гораздо больше линейка, чем здесь в Турции, но, тем не менее, я увидела из YouTube, купила в Америке в магазине просто здесь физическом, потом раз, и эти, я вот изначально падаю, вот эти покупала салфетки, они пропали, но на Ватсонс онлайн они существуют, у Ватсонса очень быстрая доставка, очень хорошо упаковывают, лучше, чем в Сифоре. Конечно, никаких снежничков, пробничков, ничего не кладут в упаковку, но, тем не менее, неплохо. Здесь у меня Glycol Fix Daily Cleansing Pads, короче, это кислоты уже вот в таких ватных дисках пропитанных, здесь у меня их 60 штук, прекрасно. У меня закончился тоник кислотный, я не знала, чем лицо, у меня это уже третья или четвертая банка, я пользуюсь SPF летом, защита для лица и кислоты у меня круглый год. Я подзапустила лицо с кислотами, у меня были высыпания, я вообще подумала, блин, а что происходит? Почему у меня такие высыпания? Я начала на маске, короче, грешить, не то, что прям супер высыпания мне засыпала, но, короче, неприятная пористая кожа какая-то, жирная, сальная, что-то не то. Я вспомнила, блин, да у меня что не кислотный закончился, и вот эти пэды тоже закончились, ватные диски пропитанные. Я их опять заказала, это, ну, не дешевое удовольствие, но я не знаю других аналогов, какие цены, в том плане, что как для Ватсонса такая косметика. Эта банка мне стоила чуть 80 лир где-то, да, это районе там 700 рублей, 60 штук, пользуюсь только вечером, днем, утром не делаю, потому что все равно это солнце у нас здесь активное, я так лицо свое не подставляю, так что здесь хватит на 2 месяца. И закажу еще, их много разных там видов есть, дневные, ночные, экстра вообще для там плотной кожи, супер, много где кислот. И второе средство тоже этой фирмы, Ниппап Иллюминейт, это витамин С, фикс тоник. Тоник с витамином С, потрясающе вкусно пахнет. Конечно, удивилась, что это 100 мл, мое представление было другое, но маленькая упаковка. Приятно, очень вкусно, какой-то конфеткой, вот такой апельсинкой пахнет. И я, короче, использую, не знаю, правильно делаю я или нет, но эта комбинация на мне очень хорошо работает. Сначала я вечером после умывания использую вот эти пропитанные кислотами, как это назвать, ватный диск. Затем я использую вот этот тоник, а затем уже делаю крем-уход. Вот потрясающе, знаете, что через кислоты хорошо пропускается крем в кожу, впитывается. Нет сальности, расширенных вот этих летних пор глубоких. Все подстягивает хорошо, подсушивает. Плюс еще не так жира этого много вырабатывается. Крема лучше впитываются, лучше работают. И честно скажу, что без них вот этих двух средств я вообще честно свой уход в последнее время, особенно летом, не знаю. Зимой что-то одно можно из этого, допустим, убрать, наверное, вот эти кислоты я все равно не убрала. Там разные виды есть. У них умывалки, тоники, скрабы для лица, если вы скрабами пользуетесь, на кислотах, ретинол, витамин С, вот эта оранжевая серия. В общем, на сайте Важенса пошарьтесь. Кому нужны в Турции кислоты, присмотритесь, пожалуйста. Это того стоит, неплохие средства. Я уже не первый год пользуюсь. И немножко к завершению видео наши советы мои, да, летнего формата. Вот такой я купила все-таки в себе от NUX SPF 50 крем для лица. Я искала крем, который не будет вызывать прыщи. Рекомендован, можно использовать под макияж или для кожи лица. Вот это то. Обычно стандартный аромат NUX идет. Он такой же немножечко желтоватого оттенка. Разводов сильно белых на лице не оставляет. Немножко я его использую. Масенькую горошку на лицо. Под тон крем, под сиси крем у меня просто от косметик. Он уже с SPF я не использую. Но если у меня нет никакого покрытия на лице, тонального крема, либо сиси крема, то я использую просто этот крем там на лобус. У меня лобус, ты как видите, такой вообще подгорелый у меня. Быстро у меня опаляется. В общем, неплохое солнцезащитное средство. Покупала онлайн. Продается на Трендиоле, на Хепси Борода. Посмотрите, цены посравниваете. В среднем они где-то одинаковые. Далее у меня от Nux. Ну, это уже Sculpt Beauty я заказывала из России. Привозила такое масло для тела. Аромат очень такой же, как у Sunscreen. У них все средства одинаково пахнут. Это блестки для тела. Очень знаменитое такое средство. Никакое, но не новое. Я даже сказала, уже устаревшее. Я использую его мало. Забываю. Честно говоря, у меня его обожает дочь. Это такие блестки. В лицо мне пшикнуло. Отскочило. Вот сюда. Сейчас у меня лицо все блестящее будет. Вот они. И просто я их разношу. Видите, какая кожа. Приятный запах. Но минус такой. Эти блестки для выхода. На ножки куда-нибудь намазать. На ручки. Когда светит солнце. Ломляются лучи. Очень красиво это все очень выглядит. Переливается. Очень сильно блестит. Минус. Отдельные вот эти блестки остаются. И они могут куда-то прилипнуть. Если вы к чему-то прикоснитесь. Но вот этого липкого масляничного эффекта нет никакого. Ощущение такой ухоженности. Дайте еще на вторую руку нанесу. Как реально приятная какой-нибудь маслица. Но без липкого эффекта. Очень красиво. Когда на солнце приливается. Но, например, я вот так вот. У меня дочка говорит. Маша на меня блестки. Куда-нибудь идем на улицу. Я ее намажу. У меня на руках это остается. Я прикоснулась к сумке. У меня сумка вся блестящая. Но прикольно. В общем, такое средство. Игрушечка такая. Не как масло, конечно, это используется. Это больше декорация. Декоративный такой эффект. Для выхода куда-то. С платьем симпатичным. Чтобы нам немножко красиво все блестело. Очень красиво смотрится. Просто супер. Супер. Так что вам рекомендую. Неплохое средство. В Турции онлайн. На всяких фарма-аптеках онлайн. На хепси-борода и так далее. Он тоже продается. Вот так все достать. И здесь, оказывается, уже можно. Много больше. Гораздо больше средств. Различных продается уже онлайн. В Турции. Которых раньше не было представлено. Так что вот такие новости. Косметические. Пишите. Как вам мои покупки? Что из этого используете? Как относитесь к палеткам Наташи Динона? Или к этой? Вы купили или нет? Ну, это, конечно, на любителя. Но я любитель. И я довольна своей покупкой. Потому что цена гораздо ниже, чем в Европе. Или даже на том же сайте Куйблюти. К чему я была очень удивлена. Хотя в Сифоре российской. Там, к сожалению, цены на 20-30% выше. В общем, один магазин, одна сеть. А в разных странах разные цены. В общем, такая история. Жду ваших комментариев, вопросов. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.